МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Шубенков теперь будет тренироваться в отремонтированном манеже. Итак, экстренная ситуация в Змейногорске разрешена, теплоснабжение восстановлено, ремонтные работы близятся к завершениям. Но такое заключение дал спикер краевого парламента Александр Романенко, который накануне побывал в городе. Вместе с ним за ходом работ на котельных наблюдали заместитель председателя правительства края Игорь Степаненко и руководство Змейногорского района. Мы были на котельных, посмотрели на датчики температурные. Выход из котельных более 80 градусов, 85-86, а непосредственно на входе у потребителей 70. Это, конечно, для Змейногорцев что-то такое необъяснимое. Напомним, с приходом холодов в городе сложилась чрезвычайная ситуация. Его жители несколько дней оставались без отопления. Причина мороза и поздно начавшийся ремонт теплоснабжающего комплекса. Планировалось, что шесть старых котельных заменит одна современная. Кстати, средства на модернизацию, это 205 миллионов рублей, были выделены еще в мае. В ноябре району направили дополнительную субсидию, почти 3,5 миллиона рублей. Масштабные ремонтные работы продолжатся весной. Три оставшихся старых котельных из шести подключат к новой модульной. Напомним, ранее спикер краевого парламента Александр Романенко уже подчеркивал то, что ремонтные работы начались в городе не своевременно. Закончить их нужно было еще до прихода холодов. Власти края пообещали, что впредь неприятных ситуаций постараются избежать. Впереди нас ждут низкие температуры, впереди продолжительные праздники. Но полагаю, что все силы и средства на сегодняшний день подготовлены для того, чтобы в режиме повышенной готовности реагировать на аварийные ситуации в любом населенном пункте Алтайского края. Сын бывшего мэра Барноула Игоря Савинцева Максим Савинцев досрочно вышел на свободу из Томской колонии. Это произошло еще в октябре, пишет политсибрус со ссылкой на собственные источники. Срок заключения Максима Савинцева стекал в конце января 2019 года. Он был осужден на два года назад и изначально отбывал наказание в исправительной колонии номер 5 Рубцовска. Однако в сентябре прошлого года Савинцева Младшего этапировали в Томскую колонию общего режима. Летом Максим Савинцев подал ходатайство на условно-досрочное освобождение. Это стало возможным благодаря закону о новой схеме зачета дней в СИЗО в срок наказания. Согласно документу, один день содержания под стражей приравнивается к полутора дням в колонии общего режима и двум дням в колонии поселений. Напомним, Максим Савинцев был признан виновным в мошенничестве при своении растрате. Сына экс-мэра обвинили в том, что он выкупил по заниженной цене акции муниципального управляющей компании доверие, чем нанес ущерб бюджету Барнаула. Максиму Савинцеву присудили 6 лет колонии, но спустя два месяца после приговора сроки смягчили до 5 лет. Финансирование по краевой адресной инвестиционной программе в следующем году будет увеличено и составит почти 9 миллиардов рублей. На миллиард больше, чем в этом. Это деньги из краевого и федерального бюджета. Все они пойдут на строительство и ремонт крупных социально значимых объектов. Каких, рассказали на встрече с журналистами представители Министерства строительства. Валентина Аскерова услышала. Отремонтированные с нуля построенные ФАПы, спорткомплексы, школы, детские сады. Всего 114 социально значимых объектов ввели в эксплуатацию в этом году по краевой инвест-программе. И несмотря на то, что выполнено только 76% и не все деньги израсходованы, осталось еще 2 миллиарда рублей. В краевой Минстрое подчеркивают, результат все равно лучше, чем год назад. Завершено строительство средней школы с бассейном на 550 мест в квартале 2008 города Барнаула. Выполнен капитальный ремонт школы номер 2 в селе Родина, Родинского района. Введен в эксплуатацию детский технопарк Кванториум 22. Проведен значительный объем капитального ремонта во многих муниципальных образованиях. В планах на следующий год построить или отремонтировать 228 объектов. Работы на 150 из них затянулись и перешли в программу 2019 года. Не укладываются в срок из-за проблем с оформлением проектно-сметной документации. Нередко муниципалитеты пытаются облегчить себе пути, к примеру, выдать реконструкцию здания, которая требует проведения госэкспертизы, под видом капитального ремонта, который этого не требует. Это махинация. С нового года такое станет невозможным. В силу вступают поправки в градостроительный кодекс. Они обяжут заказчика перед началом строительства иметь не просто смету, а подробный проект к прошедшей госэкспертизу. Государство берет на себя ответственность за проведение контроля и качества проектной документации для того, чтобы были более-менее относительно единые стандарты. Потому что на сегодняшний день частные компании, наверное, имеют возможность в каком-то другом формате расценивать данные реконструкции или капитальный ремонт. Новый подход и в сфере многоэтажной застройки. Теперь все чаще планируются не единичные дома, а целые жилые комплексы с развитой инфраструктурой, школами, садиками и парковками. Пострадавшим от действия китайского туроператора «Жемчужная река» туристам необходимо до 12 января предоставить документы в страховую компанию. Об этом сегодня сообщили члены Алтайской региональной ассоциации туризма. Напомним, на днях всех барнаульских туристов, которые не могли вернуться домой с китайского острова Хайнань, доставили в Россию. Сегодня представители турагентств рассказали о том, на что могут рассчитывать обманутые туристы, а их тысячи по всей России. После этого нужно собрать все платежные документы для страховой компании. Туроператора сделать это надо до 12 января. Алтайский туроператор отмечает, вернуть деньги за путевку будет ой, как непросто. У «Жемчужной реки»-то более 100 миллионов рублей долга перед туристами, а страховая компания по договору гарантирует выплатить туристам в 10 раз меньше. Поэтому пока непонятно, как горе-оператор будет расплачиваться с клиентами. В Алтайской региональной ассоциации туризма предупреждают, что у «Жемчужной реки» могут появиться последователи. Сохранить нельзя оставить. В истории с аварийным зданием, в котором тренируется известный барьер из Сергея Шубенков, поставлена точка. Манеж отремонтировали, как и обещали строители, до нового года. Напомним, ранее спортивные функционеры говорили о сносе здания. Как итог, Шубенков мог оказаться за бортом Олимпийских игр 2020 года. О том, как брали этот барьер, смотрите далее. Есть такое ощущение чего-то нового, с одной стороны, но с другой стороны понимаем, да-да-да, еще не все успели доделать. Но с другой стороны понимаем, что, в принципе, мы наконец-то вернулись туда, куда и должны были вернуться. Реконструкция здания словно подарок к Новому году. Мастера поставили свой собственный рекорд. За три месяца сначала разобрали, а затем буквально с нуля возвели половину сооружения. Это осень, в дожди, зимой, в мороз. Цена сбоя графика была слишком высока. Подготовка легкоатлета Сергея Шубенкова к главным стартам четырехлетия. Особенно Сергей Александрович, если бы не губернатор, то, конечно, да, этого бы ничего не случилось. В принципе, конечно, тут понятно, что было все в плачевном состоянии уже очень-очень давно. Но, что, наконец-то свершилось, сдвинулось с мертвой точки. И на удивление, что нам, в принципе, вот этого помещения для того, чтобы зиму пережить, то вполне себе достаточно. Остаются зимовать здесь, в манеже училища Олимпийского резерва. А оказалось, что вариантов, где еще можно было провести точно такую же подготовку, в крае просто нет. План с переездом в манеж политехнического вуза личный тренер Сергея Шубенкова Сергей Клевцов не рассматривал изначально. Все из-за покрытия дорожки в заплатках. Отсюда высока вероятность травм. Вот, собственно, у меня уже буквально два дня, я еще думал, почему. Реально очень приподнятое настроение. А сегодня особенно мы уже начали как бы заносить инвентарь. Ребята с утра хорошо поработали, скамейки, все вот то, что вот барьеры, маты. Это шикарно. Вот сейчас даже какие-то будут оставаться вещи, которые нужно доделывать. Будут здесь там разминечки туда-сюда. Но мы уже здесь, и мы работаем. Все началось еще в середине лета. Именно тогда легкоатлетам сказали, что здание планируют снести. В середине 90-х объект построили сами преподаватели. Потому в документах нигде не значился. Ремонтировали тоже за свой счет. Бег между тазами и ведрами стал частью любой тренировки. Точку в истории поставил лично губернатор региона, когда выделил более 5 миллионов рублей на реконструкцию. Потолок все еще не доделан, не доделана крыша. Оставшуюся часть работ мастера обещают завершить до конца этой недели. Это мелочи, говорят сами спортсмены. Главное, что здесь теперь вновь можно тренироваться и брать барьеры уже не политические, а спортивные. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости. Самому младшему 4, самому старшему за 60. Почти 400 спортсменов из разных уголков России и даже Китая приняли участие в международном турнире по кунг-фу «Путь дракона». Прошел он минувшие выходные в Барнольдском спорткомплексе «Темп». Фишкой этих соревнований стали почетные гости мастера кунг-фу, которые приехали из Поднебесной. Подробнее соревновательном не расскажем далее. Бои в рукопашную, на мячах с оружием и без. Искусство кунг-фу насчитывает больше 120 стилей. Несмотря на то, что в Алтайском крае школа кунг-фу появилась совсем недавно, восточная техника покорилась быстро. В списке лучших кунг-фуистов мира наши спортсмены уже не первый год. Вот и сегодня на международном турнире, который собрал рекордное количество участников, они демонстрируют высший пилотаж. Почему не футбол? Футбол не скучно, но бегать тоже. А здесь? Ну, здесь судят, здесь волнение, здесь места получаются. Вдохновить юных спортсменов на дальнейшие свершения приехали титулованные легенды кунг-фу. Среди них «Мать драконов» есть такой титул. Главный тренер сборной Китая по кунг-фу, 19-летний чемпион, не проигравший ни одного боя, и другие звезды. Глядя на них, говорит трехкратный чемпион мира по кунг-фу Владимир Сурков, наши спортсмены постигают всю мудрость древнейшего боевого искусства. Кунг-фу не просто спорт, это целая философия. Это смысл и образ жизни. Поэтому здесь основная задача, конечно, воспитание молодежи. Воспитание нравственной, здоровой молодежи. После турнира прошел круглый стол с участием мастеров кунг-фу и краевых СМИ. Титулованные спортсмены рассказали обо всех тонкостях вида спорта, а также выразили надежду, что в Алтайском крае это боевое искусство с каждым годом будет только набирать обороты. Без очередей лишние траты времени оформить необходимые документы на покупку квартиры можно просто и быстро. Строительная компания «Жилищная инициатива» предлагает своим клиентам электронную регистрацию сделок с недвижимостью. Если вы думаете, что приобретение квартиры дело утомительное, а чтобы получить заветные документы на новое жилье необходимо потратить много времени, вы ошибаетесь. Главное решиться на покупку, а «Жилищная инициатива» всю бумажную работу возьмет на себя. Своим клиентам компания предлагает сервис электронной регистрации сделок с недвижимостью. Электронная регистрация – очень удобный сервис. Прежде всего он экономит время для наших клиентов. К тому же мы предлагаем электронную регистрацию произвести совершенно бесплатно. Клиент оплачивает только государственную пошлину за договор долевого участия или за договор купли-продажи. На оформление электронной регистрации сделки понадобится всего 15 минут. Сотрудник компании-застройщика оформит заявление, которое автоматически будет направлено в многофункциональный центр. А в течение трех дней на вашу электронную почту придут все необходимые документы. «Нам очень нравится качество построенных домов, инфраструктура. Поэтому данный застройщик нам интересен. И в первую очередь мы пришли сюда, чтобы рассмотреть предложение». И еще преимущество электронной регистрации. Клиенты оплачивают государственную пошлину с 30% скидкой. Сделать это можно через портал госуслуг, с банковской карты или счета мобильного телефона. В общем, если вы решились на покупку новой квартиры, то уже сегодня можете готовиться к новоселью. Вместе с компанией «Жилищная инициатива». Далее новости для любителей провести выходные с детьми вне дома. Новогодние елки начинают работать в городах края. Накануне снежный городок открылся в Валейске на городской центральной площади. Здесь жители смогут увидеть 12-метровую новогоднюю елку, которую составили из 300 живых сосен, выращенных в Шипуновском районе. В Наукограде снежный городок встречает гостей уже неделю. Традиционной площадкой для новогодних мероприятий стала площадь у Дворца культуры Бийского Олеумного завода. Рубцовск к новогодним гуляниям будет готов 28 декабря. Барнаул на день позже, 29 декабря, когда откроется главная елка на площади Сахарова. В этот же день прогремит и праздничный салют. Напомним, в Кривой столице в этом году у главных праздничных площадок сразу две. Зимние аттракционы и ледяные фигуры стали украшением еще и на улице Молотобольской. Осталось только дождаться потепления. Так вот как раз о погоде. Чем порадовать настоящего мужчину? Роскошной рыболовной снастью, праздничным сувениром или подарочным сертификатом? Решать только вам настоящие подарки для таких разных, но всегда настоящих мужчин в сети магазинов трофей. Многие мужчины мечтают о трофее. Трофей знает толк в подарках. В крае по-прежнему морозный, без осадков. Ночные температуры до минус 40 по северным районам региона. Холодно и днем. В Славгороде минус 28, около 26. В Камне-на-Аби и Рубцовске чуть теплее. В Белокурихе 22, ниже нуля. В Барнауле без осадков. Ночью ожидается меньше 30 градусов. Температура днем 28 градусов. Мороза, конечно же. Еще немного. И синоптики обещают новогоднее потепление. Это все новости к этому часу. Напоминаю, телефон и редакция в Барнауле прежней. 722-440. Еще раз вас с наступающим Новым годом. До встречи уже в 2019.